И последнее. С приходом весны амичи массово скупают абонементы в фитнес-центре и выходят на пробежки. Многие предпочитают использовать фитнес-трекеры и другие гаджеты, которые якобы помогают в занятиях. Мой коллега Дмитрий Ковалев изучил самое интересное устройство, узнал, насколько они могут помочь в занятиях, и выяснил у специалистов, безопасен ли вообще такой фитнес для ленивых. Хотите получить плоский сексуальный живот, не проливая пот и не посещая спортзал? Хотите удивить тех, кто увидит вашу идеальную брюшную мускулатуру, полученную без лишних усилий? Такие рекламные ролики были популярны несколько лет назад, но и сегодня у ТВ-магазинов есть покупатели. Весной самый популярный товар – вот такие тренажеры, якобы позволяющие создать идеальную фигуру. Но купившие такие приборы в отзывах описывают только свое разочарование. Эффекта нет, а электрические разряды приходится терпеть несколько минут в день. Тренер Александр Капустин также считает, что пояс, который стимулирует пресс электричеством, не позволит нарастить мускулатуру, а возможно даже навредит нервной системе. Секрет идеальной фигуры – это прежде всего правильное питание и постоянные тренировки. Пресс в 6 кубиков будет только тогда, когда мы будем много пахать в зале, будем правильно питаться. Без этих основополагающих моментов у нас пресса не будет идеального. Впрочем, сейчас в тренде умный фитнес. Люди надеются на гаджеты, которые помогут им вести здоровый образ жизни. К примеру, трекеры, которые следят за состоянием организма, а информацию выводят на экран смартфона. Более дорогие модели мотивируют владельцев работать над собой. Некоторые – радикально. Браслет Павлова, названный так по имени русского ученого, бьет владельца током, если он ленится. Этим же браслетом можно пользоваться как будильником. Если попытаться отложить время пробуждения дважды, ударит током. А вот эта небольшая клипса не только считает пульс, но и следит за осанкой. Цена почти 4000 рублей. Другое устройство размером с банковскую карту способно оценить соотношение мышечной массы и жира в организме. Чтобы во время занятий фитнесом не отвлекаться на посторонние шумы, разработчики придумали специальную повязку. Миниатюрные наушники встроены в нее таким образом, что не намокнут даже во время ливня или после пролитых вами семи потов. За такой девайс придется заплатить как минимум полторы тысячи рублей. Для любителей визуализации придумали специальный козырек. Во время пробежки на виртуальном экране видно скорость движения, пройденное расстояние и частоту пульса. Но такое устройство стоит уже больше 10 тысяч рублей. Поэтому чаще всего спортсмены используют обычные пульсометры. Во время тренировки Ольга Зюбан надевает его под майку. А умные часы на руке предупреждают о том, что упражнение пора прекратить. Это браслет. Он отслеживает мой сердечный ритм. То есть во время тренировок я могу наблюдать эффективность тренировки и не превышать норму допустимого. То есть если пульс очень большой, то для организма это нагрузка, это вредно. Впрочем, слепо полагаться только на технологии не стоит. Браслет, смарт-часы, приложения на смартфоне не смогут точно оценить состояние организма. Врачи считают, что электронный трекер может подорвать здоровье. То есть контролировать пульс, электрокардиограмму, температуру. То есть как прибор для самоконтроля. Он не является прибором, дающим конкретные рекомендации и как бы разрешающим допуск к самостоятельным занятиям. Прежде чем идти в фитнес-центр в надежде сбросить накопленные килограммы или набрать мышечную массу, тренеры советуют сначала проконсультироваться у терапевта. Летальные случаи в спортивных клубах Омска уже происходили. Дмитрий Ковалев, Евгений Русенко, Дмитрий Головко. Омск здесь.